Фондовый рынок может упасть на 30 или 40 процентов, причем это оптимистичный вариант. При этом мы оказались в ситуации, когда у нас есть одновременно три пузыря на рынке акций, облигаций и недвижимости. То это не проблема конкретно этих людей, это проблема всей экономики. Рад приветствовать на канале Коинпост. Не секрет, что если экономика США рухнет, мы с вами не будем водить праздничные хороводы. А окажемся в затяжном финансовом кризисе, из которого придется выбираться десятилетиями. Именно поэтому мы так пристально смотрим за ситуацией в Америке. И сегодня я предлагаю вашему вниманию мнение сразу трех экспертов, которые высказались на эту тему в последние дни. А именно финансовый аналитик Гэри Шиллинг, нобелевский лауреат Роберт Шиллер и политик и экономист Уильям Сприкс. Три эксперта, три мнения и чуть больше десяти минут вашего бесценного времени, которое мы вместе используем с максимальной пользой. Давайте докопаемся до сути происходящего. Подписывайтесь на нас в YouTube и Telegram по ссылке под видео. Мы начинаем. Первым гостем будет Гэри Шиллинг. И он настроен крайне пессимистично. Обратите внимание, что говорит он про экономику, а не про цену акций. Итак, по мнению эксперта, будущая модель американской экономики имеет L-образную форму. То есть сильное падение и долгое нахождение на дне. Это ни в коем случае не быстрое V-образное восстановление. Мы будем находиться на дне вплоть до 2021 года. И только там появятся первые признаки роста. Причин экономического спада очень много. Основные из них это изменение потребительских настроений. Люди будут больше работать удаленно. То есть меньше пользоваться транспортом. Не ходить на обед в кафе. Не покупать по дороге мимо магазина вещи с витрины. В результате последних событий люди просто стали меньше общаться в реальной жизни. Бывать в развлекательных центрах. Ходить в кино и так далее. Это новая культура потребления. Она приведет к дефляции. И компенсировать ее придется новыми деньгами для бизнеса. Но текущие ставки ФРС уже на нуле. В отличие от ипотечного кризиса 2008 года, который затронул лишь определенный круг лиц. Текущая история с коронавирусом влияет абсолютно на каждого человека во всем мире. Поэтому последствия настолько масштабные. При этом, несмотря на огромное печатание денег, США не угрожает гиперинфляции. Это было бы возможным в условиях закрытой экономики. А пока США являются частью глобальной мировой экономики, они тратят лишние деньги на импорт. И поэтому можно не бояться инфляции. Эксперт не верит в то, что команда Трампа пойдет на такие крайности, как закрытие всего импорта. Дело в том, что мировые цепочки поставок, когда iPhone проектируют в США, чипы изготавливают в Тайване, а собирают смартфоны в Китае, существуют по той причине, что они являются эффективными, так выгоднее. Возможно, производство из Китая перенесут в Мексику, но Америка не откажется от использования дешевой рабочей силы. На данный момент Герри Шиллинг ожидает увеличения финансовой поддержки малого бизнеса, который оказался в наихудшем положении. А вот вертолетные деньги будут сворачивать, потому что раздача долларов подталкивает людей не работать, и статистика живущих на пособия постоянно растет. Эксперт не боится растущего долга США, потому что в мире полно ликвидности для его компенсации, и не поддерживает идею списания долгов населения, например, студенческих кредитов. Потому что каждый должен нести ответственность за свои поступки. Но в условиях дефляции людям будет сложнее возвращать кредиты, ведь снизятся их доходы, и именно по этой причине ФРС так боится падение цен. Что касается ситуации на фондовом рынке, то эксперт проводит параллели с Великой депрессией 1929 года. Тогда акции быстро восстановились после жуткого падения, и многие подумали, что самое страшное миновало. Но затем рецессия в экономике догнала рынок, и он рухнул на 89%. Нечто подобное Гарри Шлинг ожидает в этот раз. Пройдет полгода или год, и фондовый рынок может упасть на 30 или 40%. Причем это оптимистичный вариант. Триггером такого прогноза будет третий квартал 2020 года, который покажет, есть шансы на быстрое восстановление экономики, или рецессия все-таки началась. Мы разобрали тезис на интервью первого эксперта. Впереди еще два, и они нас обязательно удивят. А чтобы было больше видео в таком формате, поставь лайк этому видео прямо сейчас. Второй наш гость – Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер. И у нас уже было видео с ним, где речь шла про фондовый рынок, и почему растет цена акций. А сегодня больше внимания уделим экономике США. И на данный момент эксперт затрудняется дать какой-то однозначный прогноз. Причина в том, что текущий кризис является ненормальным. Мы оказались в ситуации, которой не было до сих пор. И люди вынуждены менять свой образ жизни, свое мышление и подходы к бизнесу. Особенно последнее. При этом мы оказались в ситуации, когда у нас есть одновременно три пузыря на рынке акций, облигаций и недвижимости. Многие обвиняют в этом ФРС и напечатанные доллары. Но такая практика применяется по всему миру без исключения. Мы живем в эпоху очень высоких цен практически на все. И в теории, Роберт подчеркивает, что это может и не случиться. Но в ближайшие несколько месяцев, любой из трех рынков, или все сразу, могут обвалиться. Если брать конкретно рынок недвижимости, то в самой большой зоне риска находятся города. Ведь люди выбирают их ради близости к работе и наличия развлечений. Но если тебе предложат работать удаленно, а в театр ты идти не рискуешь из-за опасения подхватить вирус, то зачем тогда платить бешеные деньги за маленькую городскую квартиру? Поэтому спрос на жилье в городе может существенно снизиться, а за ними цены. Под угрозой и коммерческая недвижимость. Люди не хотят ходить в офис уже сейчас. Работодатели не хотят нести расходы на поддержку больших офисов. Похожая ситуация и в образовании. Когда аудитории переполнены из-за студентов, и нужно строить новые университеты. Это могло бы существенно повысить ВВП США за счет инвестиций в строительство. Но есть и другой путь. Массовый переход на удаленную работу и онлайн-образование. И сейчас многое говорит в пользу того, что человечество выберет это направление. Эксперт отмечает, это не значит, что все уйдет в онлайн-пространство. Люди все равно любят находиться в обществе и не могут полностью отказаться от живого общения. Но рост удаленной работы и образования в ближайшее время будет существенным. Также Роберт добавил, что сама по себе идея образования отходит на второй план. И важно не то, что ты учил, а что ты можешь. Акцент будет смещаться в обучении на практике. И поэтому своим студентам он советует стать экспертами в областях, которые позволят победить интернет. Важным вопросом наш гость считает рост социального неравенства между богатыми и бедными, которое еще больше усилилось в результате пандемии. Общество поляризуется. С одной стороны богатые, с другой бедные. И проблема в том, что в долгосрочном перспективе это помешает достичь экономического успеха из-за возникновения гнева и предрассудков со стороны бедных. Эксперт призывает принять меры, чтобы не допустить конфликта в обществе. Но есть и хорошие вещи от коронакризиса. Так мы начали с уважением относиться к обычным профессиям. В первую очередь к врачам, но также к продавцам и курьерам. Эта тенденция уважения и сплоченности может объединить людей и снять напряжение из-за социального неравенства. Роберт Шиллер считает, что власти США и других стран, которые поддерживают экономику и одновременно с этим помогают людям, особенно самым незащищенным слоям населения, поступают правильно. Он, как и наш первый гость, вспомнил про Великую депрессию, после которой появились такие социальные институты, как пособие по безработице и страхование банковских вкладов. Забота о людях сделала общество сильнее и стала двигателем экономики. Возможно, по результатам коронакризиса мы также увидим появление новых социальных институтов, которые помогут человечеству сплотиться. Переходим к заключительному эксперту. И да, если ты, уважаемый зритель, еще не нажал на кнопку подписаться и не стал нашим читателем в Телеграм, то самое время это сделать. Ссылка под видео. Жми и получи еще больше крутого, годного контента. Уильям Сприкс является профессором экономики Гарвардского университета. И он продолжил тему социального неравенства, начатую предыдущим гостем. Он отмечает, что если в стране есть большая масса работников, которые не имеют сбережений на случай кризиса, то это не проблема конкретно этих людей. Это проблема всей экономики. Особенно в ситуации двойного кризиса, когда с одной стороны пандемия коронавируса, а с другой рецессия в реальном секторе. При этом решить вторую проблему невозможно до тех пор, пока не будет закрыт вопрос с вирусом. По мнению Уильяма Сприкса, ФРС США действовал совершенно правильно, когда объявил неограниченное количественное смягчение и дал рынкам новые деньги. Потому что власти на местах не имеют достаточно рычагов, чтобы оставить текущий кризис. И поэтому действовать пришлось на федеральном уровне. Он отмечает, что пока нет фискальной поддержки, действовать должно ФРС. И те, кто упрекают их в печатании долларов, и говорят, что рынок должен сам расставить все на свои места, совершенно не правы. Проблема печатных долларов возникает только тогда, когда эти средства не направлены в реальную экономику. Если же эти деньги идут на кредиты предприятиям, бизнесу и рост покупательской способности, то такое создание денег себя полностью оправдывает. Чем действительно недоволен Уильям Сприкс, так это фактическим выбрасыванием людей с работы на время карантина. Он отмечает, что нужно было дать компаниям и бизнесу деньги, чтобы рабочие места были сохранены. Теперь же, когда безработица зашкаливает, крайне сложно просто взять и сказать всем возвращайтесь на работу. И решение этой проблемы может затянуться на длительный срок. Хорошим ответом может быть принятие закона о минимальной заработной плате в размере 15 долларов в час. Это сделает привлекательным для людей возвращение на работу. И в долгосрочной перспективе позволит сформировать рабочий класс с достаточным уровнем доходов, чтобы делать сбережения и быть устойчивым к кризису. И вы знаете, сейчас с вами снова я. Послушав все вышесказанное, у меня появились тревожные мысли. Призывы «дайте людям деньги» и «долой социальное неравенство» выглядят правильными. Но не кажется ли вам, уважаемые зрители, что это начало конца капитализму и возвращение к истокам социализма? Давайте обсудим этот момент в комментариях. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»